Друзья, доброе утро! Нас по-прежнему зовут Сергей и Марина и наше путешествие в Карелию продолжается. Эту ночь мы провели на озере Валдайское прямо в самом его центре возле Иверского монастыря. Представьте, какое было наше удивление, когда с утра мы проснулись и обнаружили, что нас по пути на Питер догнал Григорий. Привет, Гриш! Так, это реклама была. И мы здесь не одни такие, здесь еще ребята-путешественники едут с Крыма, возвращаются в Питер и сейчас мы пойдем с ними знакомиться. Ребят, здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Меня зовут Евгений. А вас? Санкт-Петербург. Очень приятно. Откуда вы едете? Мы едем сейчас, в данный момент, из Крыма. Поездим немножко по Крыму. Сам из Санкт-Петербурга. Сколько проехали? Пять тысяч. Слава Богу, у меня есть водитель хороший. То есть вы управляете, да? Вот, ребят, смотрите и завидуйте. То есть, когда вы говорите, что девушки машины водить не умеют, а водить с прицепом, это еще сложнее. Пообщавшись с ребятами на тему автопутешествий и взяв у них интервью для будущей серии, мы отправились изучать архитектуру и историю Валдайского Иверского монастыря. Его строительство началось в 1653 году в одном из самых живописных мест в округе, на острове, со всех сторон окруженным кристально чистым Валдайским озером. Не буду утомлять вас пересказом истории монастыря, скажу лишь, что в его основании связано с историей чудесного обретения иконы Иверской Божьей Матери, которая сейчас хранится в отреставрированном соборе. Нам же было интересно погулять по тихим дорожкам монастыря, покормить уток у берега и отведать продукции монастырской лавки. Надо сказать, что сыр местного производства заслуживает отдельной рекомендации и высшей похвалы. Так что, если будете ехать по автодороге между Москвой и Санкт-Петербургом, обязательно сверните сюда на указатели. Вы точно не пожалеете и сможете передохнуть во время пути в окружении удивительной красоты природы и архитектуры. А мы попрощались с ребятами и отправились дальше, навстречу приключениям. Поскольку почти половина дня у нас прошла в очень интересной дружественной кампании единомышленников по автопутешествиям, мы решили сегодня не ехать до Питера и доехать до Великого Новгорода. Там мы по приложению Park4Night присмотрели себе интересную парковочную площадку прямо возле новгородского Кремля. И поэтому нам сейчас необходимо сделать где-нибудь небольшой пип-стопчик для того, чтобы привести себя в порядок. Ищем пригодное для остановки место, но что-то кругом либо отбойники вдоль трассы, либо деревеньки. А нам нужен какой-нибудь пятачок природы. Нашли мы вот такое вот уютное местечко прямо рядом с трассой для того, чтобы можно было принять душ. Сейчас я вам вкратце расскажу, как это мы делаем в таких вот холодных условиях питерских. У нас сегодня сколько градусов, Марин? Градусов 13, ну 15 может быть максимум. В общем, что мы делаем? Вот наш походный душ, мы его уже показывали до этого, мы его 50 на 50 наполняем водой холодной, ну из канистра. И две кастрюльки вот такие вот нагреваем с теплой водой, сюда выливаем, и у нас получается прям такая горяченькая вода. И все, можно идти в палаточку и принимать полноценный душ. А это я здесь решил воспользоваться перерывом и подзарядить аккумулятор на нашем прицепе капля, потому что солнечные панели в такую погоду как-то не очень справляются с своей задачей. Все-таки как много в нашей жизни значат водные процедуры. Вот чувствуешь себя совсем другим человеком. Бодрячком. Бодрячком? Да. Голову помыла? Да. Друзья, мы на месте. Нашли отличную парковку прямо в центре Великого Новгорода. Под стенами Древнего Кремля. Ну, наверное, мы здесь и останемся, потому что приложение Park for Night показывает, что это вообще излюбленное место стоянки автодомов. А сейчас, пока не стемнело, бежим знакомиться с достопримечательностями. Современные историки считают датой основания Великого Новгорода 860 год. Эта дата упоминается в летописях как год смерти первого новгородского правителя. Однако, логично предположить, что поселение существовало и ранее. Исторически сложилось так, что Великий Новгород состоит из двух частей, разделяет которые река Волхов. Ранее жители торговой и Софийской части соперничали между собой и часто устраивали сражения на мосту, соединяющем два берега. Современные новгородцы, конечно же, не устраивают баталии, но интересный факт о Великом Новгороде заключается в том, что древний принцип деления города сохранился. На одном берегу Волховой и сегодня расположены бизнес-центры, супермаркеты и рынки, а на другом, в Софийской части города, православные храмы, соборы и действующие монастыри. Также известный факт, что в Великом Новгороде был построен первый в Древней Руси деревянный водопровод. Однако удивительным при этом остается и тот факт, что местные жители обустраивали свое жилище очень скромно. Их небольшие дома топились по черному, таким образом, что дым от печки шел внутрь дома. Кстати, вымощенные улицы в Великом Новгороде появились раньше, чем, например, в Лондоне или Париже. А брусчатка была такого качества, что и сегодня вымощенные дороги выдерживают вес проезжающих грузовиков. Друзья, мы сейчас находимся в Новгородском Кремле. Кстати, Великий Новгород, согласно летописи, считался вторым городом по значимости после Киева. И согласно все тем же историческим источникам, в городе была поголовная грамотность. При том, что многие европейские короли в то время были неграмотны. А сейчас у меня за спиной памятник Тысячелетия Руси, воздвигнутый в 1862 году в честь Тысячелетия призвания варягов на Русь. А открывал его сам царь Александр II. А напротив памятника, на главной площади Новгородского Кремля, находится знаменитый Софийский собор, на главном шпиле которого сидит металлическая фигурка голубя. Согласно легенде, птица остолбенела на кресте, увидев ту резню и кровь, которую устроили в городе опричники Ивана Грозного. А мы сейчас возле западных ворот Софийского собора, изготовленных из дуба и обшитых медью. Но нам особенно интересен левый нижний угол этих ворот, где, вот вы сейчас справа видите, изображена сцена, на которой Бог достает из Адама Еву. А также обратите внимание, что вот везде на воротах есть центральная перемычка между сюжетами, а на, опять-таки, этом сюжете перемычки нету. Здесь есть фигурка человека. Так вот, это фигура того мастера, который в Новгороде изготовил те самые знаменитые двери. И тем самым, как вы понимаете, он прославил себя в веках. В годы Великой Отечественной войны город был оккупирован немецкими и испанскими войсками. Музейные ценности были вывезены, деревянные здания сожжены, даже крест Софийского собора был демонтирован и увезен в Испанию. После освобождения Новгород был включен в список из 15 городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Одним из первых был восстановлен памятник тысячелетию России. Он был вновь торжественно открыт, вы только представьте себе, еще 5 ноября 1944 года. А в 1992 году решением ЮНЕСКО исторические памятники Новгорода и окрестностей отнесены к всемирному наследию. И уже в 1999 году город был переименован и получил современное название – Великий Новгород. Друзья, доброе утро! Мы вчера поужинали и до самого поздна работали за компьютером. А сегодня проснулись и я хочу вам показать тот вид, который у нас открывается из окна нашего маленького отеля. Мы ночевали прямо на берегу озера, у стен древнего Новгородского Кремля. Вот тут вот такая вот стелла установлена, люди уже с утра бегают. И вот такая замечательная парковочка. Если кому-то будет интересно, где она находится, я обязательно потом оставлю комментарии, в комментариях ее координаты. И мы здесь абсолютно-абсолютно одни. Сейчас у нас импровизированный завтрак, и мы все стартуем уже в сторону Санкт-Петербурга. Мариш, что у нас на завтрак-то хоть? Кофе. Дворожок из козьего сыра, который любезно нам предоставил Иверский монастырь. Любезно продал Иверский монастырь. И сыр, посмотрите, какой он красивый и желтенький. Это тоже из монастыря, да? Тоже, откуда же. Все, ребят, ну кто сейчас тоже завтракает, обедает или ужинает вместе с нами, всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Друзья, мы на месте, доехали без проблем. Припарковали наш кемпер на кемпинге. Называется он, по-моему, Аврора. Ну, обзор на него будет чуть позже. А сейчас прямо с корабля на бал достали наши замечательные складные велосипеды, которые все это время были вместе с нами. И стартуем в центр Питера. Мы на стрелке Васильевского острова. Сейчас посовещались с Мариной и решили, что маршрут у нас будет такой. Начнем, пожалуй, с крейсера Авроры. Потом Петропавловская крепость. Она у нас, кстати, прямо за спиной. И потом уже что? Зимний дворец. Зимний дворец, Зворцовая площадь. Погнали! Не знаю, как вы, а вот мы с Мариной обожаем изучать города на своей двухколесной технике. И хотя мы в Питере не первый раз, но пешком запланированный маршрут было бы одолеть намного сложнее. По крайней мере, точно потребовался бы не один день. Но главное в жизни питерского велосипедиста – это внимательно изучить погоду и не угодить под дождь. Нам в этом плане повезло. И солнце то уходило за тучи, то снова выглядывало и начинало играть на золоте куполов церквей и соборов. Важно не увлечься видами и достопримечательностями и не угодить в ДТП. Питерские дороги и особенно перекрестки не любят зевак. Движение плотное и требует внимания. Постояв у крейсера «Аврора» и поболтав о ее месте и значимости в истории России, мы решили, что будет очень даже в тему заскочить к зачинщику той самой Октябрьской революции и сделать там несколько фоток. Буквально пару километров и вот мы уже на площади Ленина у финляндского вокзала. Друзья, для большинства наших городов вид на парковку из окна многоэтажки – это вполне нормальное явление. И только в Питере это вид на парковку катеров. Далее наш маршрут лежал к Петропавловской крепости. И мы даже не поленились сделать полный круг вокруг Заячьего острова, ведь именно отсюда началось строительство города и вся его современная история. А как ни крути, энергетика у этого места сильная и прилично добавляет эмоций во время чтения Википедии с мобильного телефона. А пока Марина развлекалась спасением чугунных зайцев от вымышленного потопа, я отправился знакомиться с необычным памятником Петру Первому в самом центре крепости. Это самый свежий и одновременно самый неоднозначный памятник основателю города из ныне установленных. В работе была использована посмертная маска с лица императора, но никаких эмоций скульптор добавлять не стал. Странно и то, что автор увеличил пропорции тела Петра в полтора раза, а вот размер головы оставил прежний. Ну да ладно, эпатаж штука сейчас актуальная и этот памятник притягивает к себе внимание туристов ничуть не меньше знаменитого медного всадника. Еще одним популярным местом в крепости является Петропавловский собор. Знаменит он в первую очередь усыпальницей монарших особ, в том числе самого Петра Первого и, конечно, последнего императора Николая Второго с семьей и прислугой. Но тем, кто не пожалеет времени и дождется начало нового часа, куранты на колокольне собора подарят приятные минуты. Для этого на главной площади даже установлены специальные лавочки. А мы полным ходом летим к следующей локации. И вот мы уже на Дворцовой площади у Александровской колонны в честь победы русской армии в Отечественной войне 1812 года. Пытаемся рассмотреть ангела на ее вершине, ну и не сломать шею. А ровно напротив колонны расположился тот самый Зимний дворец, ворота которого так яростно штурмовали большевики в черно-белой кинохронике. Но, как потом выяснилось, это казалось лишь киношной постановкой. Заскочили мы и в гости к атлантам у входа в Эрмитаж. Посмотреть, как они справляются со своей ношей. Ну и поспорить о версиях их, так скажем, производства. Но это уже тема отдельного разговора. На Исаакиевский собор в этот раз мы подниматься не стали. Но тем, кто в Питере первый раз, настоятельно рекомендуем это сделать. Вы сможете пройтись вокруг всего купола, и вид оттуда ну просто потрясающий. Наш большой велодень в Питере мы заканчиваем у медного всадника. Отдельное спасибо хочется сказать питерской погоде за этот теплый и солнечный денечек. А нам остается только добраться до нашего кемпинга на Васильевском острове и приступить к приготовлению ужина. Мы по дороге заехали в магазин. Мы прикупили себе немножко продуктов и только уже когда разожгли наш походный мангальчик складной и начали сосисочки жарить, мы только тогда поняли, как же мы сильно накатались. Мы сегодня что-то вообще неплохо так проехали. Да, километра сорок, наверное, на круг получился у нас. Ну это, конечно, не совсем наш рекорд. В Москве мы еще больше проезжали, там около 60-70 километров, но Питер это не Москва. Конечно, тут проблема и с пандусами, и со съездами, и с велодорожками, поэтому ты за километр Питера устаешь, наверное, больше, чем за 3 километра Москвы. Да, я уж молчу там про какие-то мелкие города. Так что сейчас будем ужинать и, наверное, отправляться ко сну. Так что, ребят, всем до завтра. Пока. Доброе утро, страна. Переночевали мы отлично. Утро нас встретило теплым питерским солнцем, что вообще не всегда свойственно для местных широт. Ну, а нам пора собираться и покидать наш уютный кемпинг. Сегодня мы еще одну ночь ночуем в Питере на Канонерском острове, ну и потом дальше выдвигаемся в сторону Карелии, в сторону Ладожского озера. Но я еще не сделал одну очень важную вещь, не рассказал вам о том кемпинге, где мы стояли, так что давайте исправим это. Называется этот кемпинг Аврора. Находится он на Васильевском острове, на самом дальнем его, скажем так, противоположном от стрелки Васильевского острова конце, ближе к Финскому заливу. Итак, что мы здесь имеем? Ну, вот такое у нас было место парковочное нам выделено. Что из удобств? Из удобств есть разъем для подключения пресной воды, шланг даже вот висит. Подведено электричество вот там вот подальше, щиток на заборе есть. Мы с помощью провода подключились к нему, 220 у нас, соответственно, тоже было. Мы и подзарядили аккумулятор, ну и, соответственно, пользовались всем этим. Сам кемпинг вообще-то не совсем такой классический, как вот многие привыкли в Европе или да у нас даже в России. То есть фактически это можно назвать такой стоянкой в городе с удобствами. Ну, мы, собственно, знали, куда ехали. Почему? Потому что нам предстояло выезжать, кататься по Питеру на велосипедах, и нам важно было удобное географическое расположение. Все же, согласитесь, 8 километров по Васильевскому острову, и вы уже в самом центре Питера, но это достаточно удобно и хорошо. Что по ценнику? Значит, нам обошлась стоянка полторы тысячи за сутки. Ну, в принципе, недорого, но и есть места дешевле. В той же самой Коломне, в кемпинге у Кремля мы стояли за 900 рублей тоже с подключением к воде и электричеству. Ну, понятно, что это Питер, поэтому мы, собственно, не сравниваем. Здесь припарковано достаточно много автодомов, прицепов, дач, но ночевали мы здесь фактически одни. Ну, может быть, еще там в одном автодомике были ребята, они подъехали уже ночью, но я не уверен. Просто ковид, ковид, да, 2020 год подпортил многим планы на путешествие. Соответственно, мы разговаривали с ребятами, которые здесь на ресепшене работают, то есть в другие года здесь было не протолкнуться от иностранцев. Так, что по удобствам? Здесь у нас такой небольшой хозблок. Я, если честно, им сам не пользовался, пользовалась Марина, вот, поэтому я вам просто покажу, что здесь у нас есть. Раковина, микроволновка, стиральная машина, что очень важно, к сожалению, она у нас не везде имеется. Здесь у нас есть плита, электрочайник, холодильник, здесь такая зона для готовки, бакарди, ничего себе, очень интересно. Полотенчики, зеркало, очень уютно, замечательно, то есть если вы не хотите у себя готовить, вы можете воспользоваться всем, что здесь вам предоставляет кемпинг. Ну, вторая дверь, собственно, это душевые и туалет, показывать не буду, все очень чисто, хорошо, замечательно, там, по-моему, две душевые кабины и два туалета с умывальниками, то есть все супер. Друзья, ну а мы с вами не прощаемся, впереди у нас Ладога, так что увидимся в новых сериях. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх или вниз и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!